Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Отец Валерий! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим еще об одном богословском вопросе, и он звучит следующим образом. Иисус Христос — наполовину Бог, наполовину человек. Так ли это, Отец Валерий? Нет, это не так. Потому что, когда что-то делится наполовину, то уже рассекается цельность. И к Спасителю это неприемлемо. Но я всегда, конечно, с осторожностью отношусь к таким догматическим темам. Почему? Потому что к ним нужно очень серьезное и благоговейное внимание. Что же касается нашего Спасителя, он — всецелый Бог и всецелый человек. Это трудно понять нашим умом. Представьте, что Господь Бог над нашей Вселенной. Он вне времени, вне пространства. Он не имеет телесного вида, телесных очертаний. Он всемогущий. То есть он вообще может все, потому что он сотворил этот мир. Он сотворил каждого из нас, дал нам какие-то силы, способности. То есть все, что есть в этом мире, оно сотворено Богом. И вот этот всемогущий Бог, который не ограничен каким-то пространством, вдруг рождается на земле, как маленький младенец, который полагается в ясли маленькие, но в пещере. Помните события Рождества Христова? То есть ясли как кормушка для скота. И он всемогущий Бог, но он же и маленький младенец, которого пеленает мама. Она его убаюкивает, с нежностью смотрит на него, нянчит. И потом он возрастает. И в 12-летнем возрасте он на три дня остался в храме, а потом его искал Пресвятая Богородица Иосиф Обручник. И вот он возрастает, проходит жизненный путь, и так вплоть до крестных страданий и воскресения. То есть он всесовершенный Бог, но он же и человек, полноценный человек. То есть это единая личность в двух природах. Приведу короткое сравнение. Вот у каждого из нас есть душа и тело. И можно сказать так, что душа — она духовная природа, не материальная, а тело — телесная, чувственная природа. Но при этом мы единая личность, понимаете? То есть в каком-то смысле мы личность тоже в двух природах, духовно-телесной природы. И Спаситель, Господь Иисус Христос, Он единая личность, у Него природа божественная и природа человеческая. Я думаю, что это достаточно на сегодня, что стоит уяснить, чтобы не углубляться в дальнейшие какие-то тонкости. Самое главное нам искренне веровать во Христа, молиться Ему, исполнять Его заповеди. Спасибо, отец Валерий, за ответ на вопрос. А мы ждем новых вопросов от вас, на которые отец Валерий с радостью ответит. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что присылаете нам даже такие сложно догматические вопросы. Мы всегда рады на них ответить и ждем от вас новых вопросов и каких-то мифов, связанных прежде всего с нашей обычной, вот, будничной жизнью. Пишите, мы будем рады побеседовать на эти темы. Храни вас Господь!